Девятое. С начала полномасштабного вторжения России в Украину встреча в формате Рамштайн принесла Киеву расширение танковой коалиции. Члены контактной группы поставят Украине Челленджер из Британии, восстановленные Т-72 из других стран, Леопард-2 из восьми стран-участниц и Абрамс М1А2 из США. «Мы ожидаем, что российская армия проведёт наступление весной, и поэтому мы, партнёры по контактной группе по обороне Украины, прилагаем все усилия, чтобы у вооружённых сил Украины были бронетанковые возможности, огневая поддержка, чтобы быть эффективными на поле боя. Что касается того, собирает ли Россия свои самолёты для какой-то массированной воздушной атаки, мы в настоящее время этого не видим. Мы знаем, что Россия имеет значительное количество самолётов на вооружении. Вот почему мы подчёркивали, что нам нужно сделать всё возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны». Соединённые Штаты обязались выделить 1 миллиард 750 миллионов долларов на средства противовоздушной обороны для Украины. Об этом идёт речь в заявлении на сайте Пентагона. Также, по заверениям партнёров, Киев не будет испытывать снарядный голод. На вооружении украинской армии вскоре появится больше боеприпасов для ракетных установок «Хаймарс», крупнокалиберные пулемёты для уничтожения иранских беспилотников и автомобили с противоминной защитой. «Путин совершил две большие стратегические ошибки. Он недооценил силу и храбрость народа Украины и её вооружённых сил, а также недооценил единство и решимость НАТО и их партнёров. Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку, чтобы защитить её право на самооборону. И с самого начала мы очень тесно сотрудничали с Европейским Союзом, решив поддерживать Украину столько, сколько потребуется. НАТО и эта коалиция никогда не были сильнее, а Россия теперь глобальный изгой. И мир по-прежнему вдохновляется украинской храбростью и стойкостью. Говоря, в целом Россия проиграла. Они проиграли стратегически, оперативно и тактически. И они платят огромную цену на поле боя». При этом переговоры о передаче Киеву истребителей западного образца продолжаются. Как утверждают военные эксперты, поддержка с воздуха – одна-две эскадрильи, а это 24 истребителя – помогут ВСУ начать контрнаступление. «Этот вопрос займёт больше времени, но в любом случае он имеет стратегическое значение. Для того, чтобы, например, деоккупировать Крым, очень желательно было бы для украинской армии владеть господством в воздухе. Россия, которая сейчас несёт огромные потери, именно из-за того, что ей не удалось с 24 февраля прошлого года установить господство в воздухе. Она провалила эту задачу. И поэтому сейчас российская армия расплачивается тысячами своих солдат именно из-за того, что они не имеют господства в воздухе. Поэтому у России ничего не получается ни с широкомасштабным наступлением, ни с наступлением в Донбассе». Военная поддержка Украины спустя год с начала полномасштабного вторжения российской армии только возрастает. По сообщениям Пентагона, 11 стран пообещали танки для Украины, 22 – боевые машины пехоты, 16 – артиллерию и боеприпасы, ещё 9 – зенитную артиллерию. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.